МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну вот и перезимовали. А о чём вы сразу думаете, когда становится теплее и приходит весна? Правильно, возвращается его величество в футбол. Мы снова погружаемся в наш край футбольный и начинаем внимательно следить за всеми событиями, которые в нём происходят. Смотрите сегодня. Уже первая весенняя игра может стать и определяющей в сезоне. Афипс принимает Армавир. Сельская команда начала подготовку к нему ещё в прошлом году. В Афипсе сразу 6 новичков. Армавир также зря время не теряет. Съездили на сбор в Армению, почти достроили трибуны стадиона и открыли музей. Первый межоофициальный сезон открыли наши студенты. Куб ГУ будет стремиться вернуть себе титул сильнейших в стране. Афипс удивил всех, выйдя из отпуска ещё в прошлом году. Тренерский штаб Александра Старужука решил, что месячного отпуска для игроков вполне достаточно. И что сидеть без дела? Команда провела уже 9 контрольных матчей с разными соперниками и с теми, кто ниже по классу и кто повыше. В итоге 6 побед, 2 ничьи и 1 поражение. Новостей из стана сельской команды ходят бавляй. Потеря серьёзная одна. Лучший снайпер Амур Калмыков уехал в Анжи и уже дебютировал в российской премьер-лиге. А вот новичков целых 6. Причём все весьма интересные. Хасан Ахриев известен по играм за Нальчевский Спартак. Сергей Горилов 3 сезона отыграл в Армавире. И сезон в Черноморце. До настоящей бомбы афибские селекционеры взорвали буквально в последний день до заявочной кампании. Заполучив сразу 4 ключевых игроков Краснодара 2. Дмитрия Воробьёва, Илью Белоуса, Александра Боргунова и Василия Черова. По переходу долго не думал. Просто было предложение. Дождался подтверждения от футбольного клуба Краснодар, что меня отпускают. И всё, переход состоялся. У меня свои личные дела с клубом были. И так получилось. Естественно, хотелось занять первое место. И всё-таки команда очень хорошая. И она способна занять. И думаю, всё хорошо будет. Желание поработать с этими футболистами у нас совместное. И они же тоже хотят расти. Получилось так, что они уже переросли тут уровень. Академия. Им надо развиваться. Но не получилось у них найти команду более высокого уровня. Я считаю, что мы друг другу должны в этом компоненте помочь. Понятное дело, любая команда зоны Юг не отказалась бы от такого усиления. Новая фибская четвёрка в нынешнем сезоне забила 25 мячей. Но сразу также забивать за новую команду у них может и не получиться. Александру Сторожуку ещё придётся поработать над тем, чтобы встроить новичков в отлаженный командный механизм. Сколько из них выйдет в игре с Армавиром – это большой секрет. Стоит ли рисковать их подготовленностью ради возможности обыграть конкурента? Можно одну игру выиграть, потерять с аутсайдерами. Это чемпионат непредсказуемый. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но главная новость из Армавира, пожалуй, касается арены, где местная команда выступает в первенстве России. То, что ещё год назад казалось нереальным, обретает очертания. Почти полностью готова новая восточная трибуна. Уже 4 апреля в игре с Кубанью-2 её планируют открыть для зрителей. Я очень был поражён, что практически трибуна уже подходит к финишу. Очень красивая, да не только. И слышу разговоры по городу, что все очень довольны, что трибуна идёт к завершению. Также у клуба появился свой музей истории. Армавиру, кстати, в следующем году 60 лет. Так что есть что вспомнить и какой пример молодёжи показать. Ну а чтобы экспонаты в музей пополнялись, нужно постараться в этом году шагнуть наверх. Серьёзным шагом будет успех в игре с Софипсом. Хотя тренерский штаб армавирцев, как и коллеги из стана противников, не склонны преувеличивать значение этого матча. Все прекрасно всё понимают. И внутри команды, понимаете, лишний раз мы не хотим накручивать перед этой игрой. Ни футболистов, ни болельщиков, никого. Поэтому играр всё покажет. После этой игры ещё 12 игр будет. Поэтому на этой игре светлый нам не сошёлся. Мы к ней подготовимся в оптимальном состоянии. Давайте вспомним турнирную таблицу в зоне юг. Афипс уступает 1 очко Армавиру, но по потерянным очкам опережает на 2. Вот и подумайте, какова будет цена победы в матче с конкурентом. Внизу только Кубань-2. Команда молодая. Она ставила очень приятное впечатление в контрольных матчах. И будем надеяться, у неё участь поинтереснее, чем просто не быть последней. Тем временем раньше всех внутренних турниров стартовала в России национальная студенческая футбольная лига. Этот сезон в ней имеет не совсем привычный календарь. В октябре прошлого года в Сочи проходил международный фестиваль молодёжи и студентов, в котором принимала участие сборная российской студенческой лиги. Понятное дело, её интересы при составлении календаря надо было учитывать и перенести большую часть туров на весну, захватив при этом и самое холодное время года. Впервые в истории национальной студенческой футбольной лиги микротурнир проходил зимой. Это первый турнир. Аналогов не было. Конечно, погода преподнесла сюрприз. Мы полагали, что какая была зима бесснежная, такое будет её окончание. Вообще, последняя неделя зимы выдалась снежной и холодной по всей стране. Так что около нуля в районе Кубанского госуниверситета были в любом случае лучше столичных минус 15. Ни сугробы, ни дождь, ни жара не могут испугать верных болельщиков двукратных чемпионов Европы, которые всегда на трибунах вместе со своей командой. И не только на стадионе КубГУ. Когда мы ездили в Евпаторию, они говорили нам о том, что мы были как дома. Вот и здесь. Просто мы дома, значит, мы должны поддержать. 2017 год для кубанских студентов вышел, не дай бог, каждому. Просто на износ. Кроме решающих матчей лиги, в которой КубГУ впервые не стал чемпионом, была ещё феерическая победа в студенческом Кубке Европы. И ещё многие студенты распределяли медали чемпионата края. Ведь они выступают за сильнейшие кубанские любительские команды. Тяжело сочетать такие игры, потому что все мы люди физически развиты мы по-разному. И силы, они имеют свойство кончаться. И вот такой бешеный график тренерскому штабу пришлось совмещать с постоянной селекцией. Жизнь футбольная не стоит на месте, и любой команде, даже многолетнему чемпиону, требуется свежая кровь. Край футбольный. Всех молодых, кто, скажем, показывает себя, сразу, естественно, забирают профессиональные команды. Молодые ребята, кто поступают, первокурсники. Мы как бы никого не списываем со счетов. Кто проявляет себя на тренировках, они тренируются вместе с командой. Среди новичков Кубанского госуниверситета выделим Даниила Пенькова. Паренька, который приглянулся тренером и стал основным игроком самой титулованной студенческой команды страны. Начинал в Академии футбольного клуба Кубань. Ну, а дальше как получится. Пока это как бы шаг вперед, я думаю, студенческая команда. Ну, а теперь о развитии событий Краснодарского этапа студенческой футбольной лиги. Уже в первой встрече кубанцам пришлось испытать на себе бетон обороны прошлогоднего чемпиона из Смоленска. Можете себе представить, команда Смоленской Академии физкультуры в девяти матчах сезона пропустила только один гол. Но поначалу показалось, что эту крепость мы сможем взять. Уже на седьмой минуте ворота соперника КубГУ назначили пенальти. Ну, а Мальвардания забить его не смог. А дальше начались футбольные шахматы, которые закончились весьма неожиданно. На последней минуте кубанцы всем составом пошли забивать решающий гол, но вместо этого нарвались на контратаку. В итоге Денис Адамов ошибся на выходе, а Иван Жачкин смог этим воспользоваться, принеся Смоленскую победу. Исправиться за обидное поражение дала возможность следующая игра с Санкт-Петербургским госуниверситетом. Впрочем, началась она как продолжение вчерашнего кошмара. В шестая минута питерцы прорываются к воротам КубГУ, и Евгений Скрипников бьет мимо нашего вратаря, открывая счет в игре. Но на этом неприятности наших студентов, слава богу, закончились. Еще на перерыва Дмитрий Прагопенко успел стать героем матча, забив три похожих гола из центра штрафной. А во второй части матча удалось свой успех развить и довести счет вообще до неприличного. Дублем отметился Иван Матюшенко. Особенно красивым был итоговый пятый гол, в создании которого приняли участие вратарь Кирилл Кашиутов, полузащитник Тавакюль Мамедов и уже упомянутый 17-й номер команды КубГУ. Так у наших студентов получилось быстро забыть казус, случившийся накануне. После вчерашней игры собрались на сегодняшний гунал, было выиграть обязательно. Ребята молодцы, использовали моменты. Не все, но все равно использовали. Задача была выиграть. Но завершался этап матча, может быть, самым принципиальным соперником – Саратовским госуниверситетом. Дело в том, что в первых чемпионатах НСФЛ именно в играх Краснодара и Саратова всегда решалось, кто будет первым. И всегда это получалось у нас. Эти команды и сейчас в числе лидеров лиги. Поэтому цена очков была особенной. Началось все с красивой передачи Алексея Селиванова на Малевардане и точного удара последнего. Уже с 11 минуты Куб ГУ начал играть с Гандикапом. И он сохранялся почти до середины второго тайма, когда пошел снег, и Саратов сравнял счет. Длинной передачей Евгений Королев нашел Андрея Суровцева, и опытный нападающий оказался проворней кубанских защитников. Ничья в наши планы не входила. Пришлось соображать финальный штурм, который к восторгу публики завершился успешно. За две минуты до финального свистка сутолока у ворот СГУ трансформировалась в красивый гол и удар Дмитрия Прокопенга. Сезон в Национальной студенческой футбольной лиге набирает обороты. Турнир становится все более интересным и зрелищным. А за его героями уже наблюдают в лучших футбольных клубах страны. На матч Чеченского государственного университета и Смоленской академии физической культуры пришло руководство футбольного клуба «Ахмат». И после того, как вратарь Шепляхов вытащил все практически мячи Чеченского университета, и команда выиграла 1-0, после матча с парнем переговорили, сегодня он заключил контраст с футбольным клубом «Ахмат». Кубанцы в нормальной позиции для штурма вершин, а не лидеры по потерянным очкам. Смоленская академия физкультуры уже четырежды играла в ничью. 13 марта очередной тур в Ростове-на-Дону. Весна начинается с главного своего матча. Почему-то уверены, что в субботу в Афибском полетят искры, и напряжение будет не слабее любого дерби. А еще сегодня 100 дней до начала нашего чемпионата мира. Смотрите нашу программу и следите за тем, чем живет край футбольный. Субтитры создавал DimaTorzok